Я? Твоя реклама 718-339-0003 Царь тут, 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 царь тут! А где же мог быть? Царь всегда на своём месте. Магазин Царька Эвер по адресу 2584, Кони Айленд Эйвью. Это не только чёрная и красная икра, от вкуса которой застывают в восторге даже искушённые ценители. Здесь вы найдёте широкий выбор морепродуктов, деликатесов, а также великолепной копчёной рыбы. Балойка-ситра, сифрюга, рыба-капитан, лосось, рыбец и многое другое. Магазин Царь Кэвер. Доверьтесь хорошему вкусу 2584, Кони Айленд Эйвью, 718-339-1896. Друзья мои, всем добрый день, прозвучали позывные. У нас в эфире владелец магазина Царь Кэвер, Олег. Он улетел, но мы нашли его везде. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Добрый день, Олег. Вы рады вас слышать, наш дорогой друг. Я понимаю, что не получилось прийти к нам в студию, но мы знаем все тайны. Сады и выходы. Выходы, тайны и телефоны набрали вас. Олег, здравствуйте еще раз. И хотим поблагодарить вас за то, что помогаете нам в такой непростой момент. Вы знаете, дело в том, что я сегодня, наверное, я сначала начался это вчера, мне позвонил мой товарищ и говорит, что он почитал в каком-то известном английском издании, что ученые бьют колокола, говорят, икры на всех не хватит. То есть врачи говорят о том, что икра сегодня является одним из, ну скажем так, главным, по их мнению, ну можем даже так сказать, ну как бы это правильно сказать, даже не знаю, главным средством от того, чтобы не болеть, да. Олег, ваше мнение? Ну, достаточно много производителей. Конечно, если производитель увеличит производство, всем хватит. Ну, видите, вы смотрите, врачи обнаружили этот вот, знаете, замечательный эффект икры, то, что она помогает сегодня как-то, знаете, сохранить иммунитет немножечко повысить. Вот там интересно было в этом английском издании, они написали, что даже огромное количество тех, кто пережил эту проблему, знаете, отсутствием, ну, знаете, там пропадают какие-то вкусовые эти самые там рецепты, что-то еще стало появляться, все восстанавливается. То есть, смотрите, оказывается, икра у нас тоже, может, мы ее в таблетки приведем, да, лечебный эффект. Не, не надо в таблетки, лучше в натуральную величину, да. Олег, вот, смотрите, дело в том, что почему я стал поднял эту тему, в общем-то, действительно, сегодня магазин Царь Кейвер один из лидеров у нас как раз в Бруклиме, вот именно занимается тем, что, в общем-то, смотрите, во-первых, ассортимент. Вот 10-12 видов икры, сегодня себе черный только, не может позволить ни один магазин. И далее постоянно, то есть, вот мы провели такую, знаете, Зою такую, знаете, маленькую исследование такое, но получилось так, что вы проработали самое сложное новогоднее время, ни один день не закрыв магазин, помогая нашим жителям нашего города. Расскажите, как вам это удается? Ну, заранее мы, конечно, все планируем, это были сделаны закупки у разных производителей, то есть, я не стал подписывать контракт одним производителем, и привязанным только к нему, потому что из-за тех перебоев, которые сегодня существуют на рынке, очень сложно, так сказать, сохранить объемы, поэтому у меня были контракторы с пяти производителями, и мы в свое время нас завязали икру и обеспечили всех своих покупателей. Олег, скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, сегодня магазин «Царь Кивер». Вот давайте поговорим немножко про ассортимент, поговорим о черной икре. Какая есть икра в наличии, и какой бы вы сегодня порекомендовали нашим радиослушателям? Ну, смотрите, английское издание так и пишет, что если вы будете чаще употреблять черную икру, это поможет вам немножечко как бы побороться с ковидом. Слушайте, ну это интересный, конечно, вопрос, но вот тут такая штука. Вот я, знаете, тоже как-то удивился, но мы стали обсуждать, действительно, послушайте, ну как-то если врачи сами... А почему удивительно? Икра — это иммунитет. Икра — это фантастическое количество нужных вещей, которые, если она... Ну, вспомни, самая классическая история, столько, сколько мы себя помним, люди, которые восстанавливаются после болезни, не дай бог, после операции. Врачи говорят, надо икру. Что, собственно, им предлагают, да? Икру предлагают. Именно потому что это замечательная защита иммунитета, ничего удивительного. Вот, Олег, давайте об этом поговорим. Какая есть икра сегодня? Ну, икра — это, так скажем, вся таблица Менделеева. Сейчас все врачи говорят, чтобы побороть ковид, нужны витамины Д, и Синк, все эти витамины в икре есть. Вы покупаете каждую витамина раздельно, а тут просто берете икру, в икре, вся таблица Менделеева. Есть, да, 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 да. И Синк, и все, что для организма необходимо. Хорошо, ну вот давайте мы вот, выскажите, пожалуйста, что есть сегодня в наличии в магазине, и как это можно... Давайте я сейчас дам адрес, друзья мои. 2584, Куни-Ан-Тевни, угол W. Там расположен магазин, есть замечательный телефон, 718-339-18-96. Вы можете позвонить, и вам сделают доставку в любую точку мира. Я правильно говорю, да, Олег? Да. Давайте поговорим. Мы в Москве, в Киеве, в Баку, все страны Евросоюза можем обслуживать. Вот, кстати, пришла... Давайте поговорим о икре, которая есть в магазине. Пришла очень интересная смс-ка. Марина из Майами спрашивает. Олег, вы как-то рассказывали в определенных передачах, значит, наверное, это у нас еще в определенных передачах, о солености икры. Вот давайте-ка заодно возьмем эту тему и поговорим о наличии в магазине икры. Мы заказываем икру, как бы, самый высокий процент соли это 3,7, потом идет 3,5, 3,3, 2,8. У нас сформировались, как бы, свои покупатели. Мы уже наректировочно знаем, кто какую, так сказать, соль любит. И под этих, так сказать, покупателей мы завозим икру с различным процентом соотношения соли. А, допустим, беременным женщинам и лицам, которым совсем соль, так сказать... Ну, не рекомендуют, употребляют, да? Да. В больших количествах мы 2,8 довозим. То есть 2,8 считается, как бы, нормальным процент соли для тех, кто как-то... Да. Мы ее довозим небольшое количество, потому что без соли икра очень быстро испортится. Ну, да. Это... И под определенно покупателей завозим. Это кашпийскую икру мы таким образом завозим. Скажите, ага. Но она считается самым популярным, да? Да. Самая популярная это Калуга. Мы ее завозим 3,3, 3,5 и 3,7. Ага. Мы разделяем, как бы, покупателям и предлагаем на их вкус. Потому что есть категория людей, которым ты даешь 3,5 соль, они говорят мало. Когда мы им предлагаем... Дайте мне повышенную соленость. Да, есть люди, Олег, которые привыкли, наверное, к соленому вкусу от икры. Олег, вот интересный момент такой. Скажите, а как... Вот человек пишет, очень интересно. Как определить, это Каспийская икра или Калуга, Борис? Ну, по-моему, только попробовать, да? Ну, профессионал... Это... Не профессионал, очень важно, как бы, разобраться. Только никогда, так сказать, не занимался этим. Ну, да, ну, да. Калугу, кто знает, они сразу видят. Она, как правило, серого цвета, бывает, голодистого цвета. Крупные зерна... Крупные зерна, да. Иква, да, 3,5. А Каспийская... Это, как правило, икра русского зетра. У них зерно это мельче. Ну, такое оно жгучее черное, да? Да, икра не черная, она такая, цвета металла. А, понятно, более такой черный металлик такой, да. Олег, а вы скажите? Каспийская икра, она, ну, эту рыбу кормит живыми морепродуктами. Калуга, это же производство на фермах. Там немножко другой корм используется. И сразу видно, как бы, по вкусу будет, это что икра Каспийская и все-таки. Это отличается, да. Олег, вы скажите, пожалуйста, вот пришла интересная смс-очка по поводу того, что у вас продается икра очень высокого качества от компании Олд Баку. Вот. Скажите, говорит, пожалуйста, сохранились ли скидки на эту икру? Да, у нас сейчас 30% скидок на эту икру. Но она уже у нас заканчивается. И новые поставки мы сейчас думаем делать или нет, потому что производитель это увеличивает существенно цену. Ай-яй-яй, а ты понимаешь, Олег, сколько людей приходит сюда в расчете на то, чтобы все-таки поймать вот тот самый вкус и то самое качество, к которому привыкли. Как же они теперь будут без этого? Мы воюем с производителем. У нас ежедневно идет борьба. Борьба. Перед Новым годом цены подняли производители. И сейчас после Нового китайского года они опять будут поднимать. Поэтому мы, конечно, стараемся за счет объемов эту цену держать и требовать все-таки сильно не поднимать небольшую битву, сказать. Олег, а вы скажите, пожалуйста, вот сегодня...